19 января православные христиане отмечают большой праздник – Крещение Господне. Оно относится к двунадесятым праздникам. Это события, которые догматически тесно связаны с земной жизнью Иисуса Христа. Евангельская история гласит, что к Иоанну Крестителю, который долгие годы проповедовал о пришествии Христа, пришел сам Мессия. В этот день Иоанн находился у реки Иордан. Иисус Христос, которому на тот момент исполнилось 30 лет, принял Крещение от Иоанна. У Крещения существует и второе название – Богоявление, которое получено в память о чудесном происшествии, которое случилось с Иисусом Христом во время Крещения. Евангелие рассказывает нам, как во время обряда на Христа сошел Святой Дух в виде голубя. В тот же момент голос неба провозгласил – «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». На Крещение по всей России проходит богослужение и крещенские купания в прорубях и орданях. В народе считается, что купание в проруби дает очищающую для души и тела силу. Жители нашего района, которые решили окунуться в ледяную купель в Крещенскую ночь, пришли на водоем в местечке Никольское. Здесь верующих ждала теплая палатка для переодевания и горячий чай из полевой кухни. Дежурили службы МЧС, полиции и скорой помощи. Особое внимание было уделено вопросу безопасности. По традиции в крещенских купаниях приняли участие глава района и представители администрации. В Крещенскую ночь окунуться в ледяной купели можно было в селе Медведково, в купеле Пороскево-Пятнице и в селе Михайловском – источнике Святого Леонтия. Впрочем, купание в орданях остается для верующих исключительно добровольным делом. Церковь не запрещает подобное мероприятие, только напоминает, что к самой церкви это не имеет отношения. Православная церковь рекомендует и предписывает в эти светлые праздничные дни посетить храм, помолиться, по возможности исповедаться и причаститься.